Доминика Захова и Вероника Мала, естественно, главные в нападении чешской команды. По четыре мяча они забросили в первом матче. Ян Басный, понятно, постарается Маркету Ярабкову задействовать по полной мере. Правда, три из девяти бросков она реализовала в предыдущей встрече против Германии. Давайте смотреть. Команда Чехии идет в наступление и к составам команд в розыгрыше 14 номер Кордовска. 51-й на левом полусреднем играет Ярабкова, как раз таки на правом полусреднем Михаила Холонова. Если не ошибаюсь. И первый гол в этом матче. 12 номер Мелинда Жикара в воротах команды Венгрии. Ну и вот мы видели первый мяч в этой поединке. 1-0 чешские забросили первыми. Ну, наверное, будем смотреть дальше, кто там будет играть у команды Чехии в атаке. Давайте присмотримся к гонболистскому сборной Венгрии. Река Бордыш на правом крое 58-й номер. 42-й номер правополусредний Катрин Клюйбер. В розыгрыше, соответственно, 45-й Хафра. Ее гол. Пожалуйста. И Хафра забрасывает. Ну, вот так подруги по команде приветствуют гол Хафры. Ну, а у чешек забросила свой мяч Сикора. 12-й. Посмотрю, да, Сикора забросила. В общем, пока получается ничья 1-1. Атакует сборная Чехии. Давайте присмотримся еще раз. Ну, вот на позиции правополусредний, да, там Хуричева. Ну, и видим, что кудлочка у вороток. 33-й номер. Атакует сейчас 14-й. Стабличащая подкрутка от Кордовской. И первый гол этого игрока. Прибежали в атаку кандболистской сборной команды Венгрии. Кстати, вот я сказал, нет изменений. На самом деле, очень долго состава не давали, коллеги. Заявлена Мелинда Шикора сегодня. Ну, не знаю. Тут... Да, получается, что Мелинда Шикора... От ее ноги мяч залетел в ворот. То есть на нее записали вот в онлайн-режиме этот мяч. Странно, конечно. Но мы видели, что все-таки Ержапкова, да, забросила первый мяч в ворота команды Венгрии. Да, поменяли. Все нормально. Ну, понятно, люди ошибаются. Поэтому на Ержапкова мяч записан. Игра продолжается. 5-1 обороны Венгрииской сборной. Высоковато броняется Клюйбер. 67-й левый экран из сборной Чехии. Это Вероника Мала, ее сестра. Третий голкипер сегодня не заявлено снова. Ну, и видим Шикора Мелинда 12-го ворот венгерской команды. Здесь мяч останется у чешек. Здорово. Мала вошла в линию. Бросала по воротам правая полусредняя Маркета Хуричева. Но голкипер сработала надежно. В линию сборной команды Чехии. Снова Мала уходит. Смотрите, в линию, да, линейная. Номер 75-й Михаила Холонова. Ну и 9 метров суди дают. Что касается этих команд, ну, в преддверии чемпионата. Многие говорили, что венгерский гандбол, юниорский, молодежный. Очень здорово себя проявляет. Но пока вот эти успехи не переносятся на взрослую сборную. Ну и, конечно, в общем-то, важное значение вот как раз-таки отводит Владимиру Головину. Ну, тренеру, который работал с этими девушками в этих юношеских сборных, который сейчас руководит сборной командой Венгрии. Ну, какой-то прорыв ждем от венгерок. По крайней мере, у второй этап точно команда пройдет, думаю. Ну, а там как сложится. Гол в исполнении Виктории Лукач. Ничья 2-2. Что касается Чехии, то, конечно, очень большая проблема отсутствия Иветы Корешевой. Ну, в девичестве Лузумова фамилия. На чемпионате мира 19-го года Олимпиаде чешские не играли. Незадолго до чемпионата Европы 2020 года разыгрывающая стала мамой. Но сейчас не посчитала возможным оставить сына даже на короткий срок. Ну и к тому же отказывается от вакцинации, которая на чемпионате мира здесь, в Испании, обязательно. Заступ, заступ. В случае творец соперниц от Михаила Холлановой. Ну и вот ошибка чешской команды. Венгерки могут повести в счете впервые в этой игре. Посмотрим, получится ли. Там получила по лицу, видимо, Номи Хафра. 38-й Петра Вамыш, 45-й Номи Хафра и 42-й Клюйбер. Задняя линия. На левом краю 19-й номер в атаке Грета Мартон. На правом, я сказал, Виктория Лукаш, 66-й номер. Ну и в линии 58-й номер это Река Бортаж. Такой состав сборной Венгрии сейчас вот в атаке. 6-0 оборонная чешская команда. И это 9 метров, да, безусловно. Ну, мы видим сейв Кудлычевый, но это 9 метров. Что касается сборной команды Венгрии, тут большое представительство клубов АТК. Также Дьер представлен, естественно. Ну, венгерский клубный гонбол довольно серьезный уровень имеет. Поэтому, безусловно, есть где расти молодому дарованию венгерского гонбола женского. Ну, чешской сборной по разным командам разбросаны сборницы. Тут вам и Пльзень, тут вам и Баник, и Зора, и Костоману турецкий. В общем, Дижон французский. Многие команды представляют. Так, с мира по нитке, пожалуйста, команда. Гол от Клюйбер. Катрин Гитта Клюйбер. Еще становится 3-2 в пользу Венгрии. Очень быстро команда играет. Тут даже, знаете, вот... Ну, кстати, Клюйбер, да, второй мяч забрасывает свой. Нам такую статистику дают. Окей, пускай будет Клюйбер. Я просто проверяю. Да нет. Хафра забросила, потом Лукаш, и вот сейчас Клюйбер. Первый гол Клюйбер. Так что пускай не обманывает нас литр в онлайн-системе. Я просто подтверждаю то, что увидел. Своими глазами вижу, что там тоже написано, что и Лукаш, и Хафра отличились. Ведущие две атаки сборной Венгрии. Сейчас вот Клюйбер. Тяжело чешским атаковать. Посмотрим, насколько хватит этой команды. Ну, кстати, отметьте, что эти соперники встречались. Встречались на чемпионате мира в Германии в 17-м году. Тогда, в общем-то, 30-29. Венгерки выиграли лишь один мяч. Напряженный матч получился. Здесь заступ был. Безусловно, заступ. Заступила Вероника Мала. Площадь ворот, поэтому мяч останется у Венгрии. На Олимпиаде в Токио в четвертьфинал венгерская сборная вышла. Тогда 20-летняя плеймейкер Петра Вамош была лучшим бомбардиром команды. 26 мячей она в шести матчах забросила. 22-летняя Клюйбер была второй в списке бомбардиров. Также Хафра, также Мартон выделялись в этой команде. Талантливое поколение, которое очень здорово играло на чемпионате мира. Соединяем до 20 лет в Дебритцине в 18-м году и выиграло тот чемпионат. Вот тогда работал главин с этой командой. Ну и Жужана Тамори дополняет вот эту сборную, безусловно. Но, правда, в этом турнире мы Жужана Тамори не видим, к сожалению. Еще одна атака чешской сборной развивается от своих ворот. Благо, здорово сработала кутлочка в воротах. И шанс есть на ничью устроится чешкам. Здорово переводит мяч справа налево. И вот такой переброс великолепный от Ерабкова. И вот второй мяч в этом матче. Выделяется также Бланка Биро. Правда, сегодня она не стартовала в этом матче. Также Виктория Лукач. Вот она забросила один из мячей. Правая крайняя. У Биро, кстати, в Японии 2019 в чемпионате мира был процент сейвов 35. В Токио 28 процент сейвов. Ну а Лукач, кстати, из Дьера. Лучше помартиз сборной Венгрии. Была на 8 чемпионате мира с 27 мячами. Здесь еще становится 4-3 после точного броска Бордаш. Первый угол Рекки Бордаш в этом матче. Очень быстрая игра. Видимо, что восьмая минута без остановочной гонбалистки. Туда-сюда гоняют мяч. Сказал Головин, что у нас есть воспоминания о Словакии. Когда мы встречались с этой командой в начале октября. Во время отборочных матчей к Евро. Тогда 30-28 по региону Венгрии выиграла Словакия. То есть не так-то просто, да? И тем более кажется удивительным, что вот здесь 35-29, то 6 мячей выиграли венгерки. Чуть больше. Понятно, много говорил и о Германии, и о Чехии. Тренер сборной Венгрии. Ну и понятно, на чемпионате мира редкостное явление, когда 4 европейские сборные в одной группе играют. Ну и, кстати, Головин добавил вот интересный факт, о чем я говорил, что у нас игроки национальной команды играют в одном из сильнейших национальных чемпионатов в Венгрии. Плюс некоторые игроки играют в Норвегии, в Германии. Очень хорошо знают темп, качество и атмосферу матча Лиги Чемпионов. Поэтому, естественно, здесь преимущество есть у венгерок. И они 5-3 ведут уже в этой игре. Хорошая атака и блестящее завершение от левой экрана и забрасывает Грета Марто. На этот чемпионат мира они пробились, обыграв в втором этапе квалификации команду Италии. Что касается чешской сборной, которой обыграли Швейцарию на том же этапе. Ну, наверное, самое знаковое время было в 1957 году, когда еще Чехословакия единая взяла трофей чемпионат мира среди женщин. Тогда в женском гонбольбе была эра чешская. Но затем, тем не менее, все поменялось. И вот такие перебросы проходят сегодня в этой игре. Крета Кащер. Нет, прошу прощения. Это Доминика Зачева. Забросила ее первый мяч в этом матче. Японии не играли. Лучший результат, кстати, для команды как раз-таки Германия 2017. Восьмое место. Румынию тогда обыграли в одном из финала 28-27. Ну и, соответственно, 26-30 от Нидерландов в четвертьфинале проиграли. Семьметровый исполняет Клубер. Хурич его желтую получила. Клубер уверенно подходит к метровой отметке. Второй мяч в этом матче. Что касается лидеров, то, конечно, отметим Ерабкову. Отметим Кнедликову, которая в Норвегии за Кристиан Санд играет. Ну, Ян Басна говорил о том, что то, что увеличили количество команд, ну вот здесь переброса, наконец-таки, не получилось. Как раз-таки здорово. К сожалению, по крайней мере, в предварительном раунде растущее количество неевропейских сборных на нас никак не повлияет. Это слово Баснова. Действительно, три европейские сборные в соперницах. Вот. Наша сильная сторона, сказал тренер сборной Чехии. Это наша команда, во всяк смыслах слова. Наше самое сильное оружие. Еще один переброс. Ух, два раза не туда. Да, мы полагались на него прошлыми в этом сезоне. На это оружие, на команду именно с нетерпением ждем наших новых впечатлений. Но пока вот первое впечатление было неудачное. Поражение в чистую от Германии 21-31. Ну что, пока вот два переброса не увеличались успехом. Плюс два у Венгрии. Что касается венгерских голов. Два у Клуберн. Вот сейчас забрасывает Бордыш свой второй мяч. Два у Клуберн, два у Бордыш. По одному у Мартон, у Хафры и у Лукач. У чешской сборной два мяча на счету Ярабковой. По разу отличились Кордовска и Зачева. Ну, увидим, что потихоньку-потихоньку так убегают. Этот соперник с Венгерки уже плюс три. У них перевес 7-4 счет становится. Неприятный момент, конечно. Ну, два раза. Вроде бы позиция неплохая была для завершения атаки. Но переброс над голкипером не уничал с успехом. Смотрим, есть изменения в линии 75-й Холонова. У чешской сборной вроде бы по-прежнему. Вот она перебрасывает снова у Шваров. Даже ты будешь... Ну, по-другому-то надо бросать, наверное. Вот Бастов она показывает. Недоволен тренером, мне кажется. Три раза бросали однотипно и все время над перекладиной мяч проходил. Получите. От Клубер ее третий мяч. Плюс четыре. Вот так вот отрывается команда Венгрии от чешской сборной. Очень уверенно. Появляется в обороне Планета по 21 номерам. Видим, большая девушка у венгерок. Планета и Бордыш там в центре обороны. Такое сильное оружие. Ну и тайм-аут берет наставник сборной Чехии. Логично, что плюс четыре у Венгрии, поэтому нужно брать паузу. Клубер вы поучителю. ulenки. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, родился он в Одессе, в Советском Союзе. В Венгрии живет с 1992 года. Получил там венгерское гражданство, насколько я про него читал. И работал с марта 2018 года с юниорскими сборными страны. Ну и вот, как раз таки, учитывая его достижения, которые были у руля сборных венгрии юниорских, логично, что назначили его сюда на роль главного тренера национальной команды. Омоложение проходит потихоньку. Тем более, что золотые медали он завоевывал со сборной юниорской 2018 года, чемпионата мира. И со сборной У19, золотые медали 2019 года на чемпионате Европы. Ну то есть, вот достижения венгерского гандбола, на самом деле, серьезны в этом отношении. Нужно все это просто переложить на национальную команду. Здесь 7 метров после сейва с Жикарой. Зарабатывает право на 7 метров Кордовская. И первый 7 метров будет исполнять гандболистская сборная команды Чихи. Ну, у венгерок один 7 метров был, реализовал этот момент Клубер. Сейчас видим, кто пойдет им исполнять. Да, пошла исполнять 44 номер Зачева. От штангами заходит в ворота, а тяжело, но заходит. В 8-5 что становится. Ну, давайте, наверное, о результатах сегодняшнего игрового дня. 29-31. Сенсация, мне кажется. С таким счетом Австрию уступила Аргентина. Аргентина очень неплохо смотрелась в матче открытия против Испании в первом тайме. Был счет 10-11, но затем второй провалили. Аргентинки уступили 2-15 таким счетом. Сегодня обыграли Австрии 31-29. Парагвай и Хорватия тут понятно. 16-38. Словакия и Германия. 22-36 я говорил. Ну и плюс Южная Корея обыграла команду Туниса 31-29. Параллельно играют Китай, Испания, Конго, Дания, Япония, Бразилия. Вот Япония, Бразилия, ну, наравне вот с этим матчем, наверное, самая такая захватывающая афиша. Это второго слота игрового вечера. Ну, знаете, вот по развитию событий в этой игре, понятное дело, что, скорее всего, немки и венгерки будут в последнем туре делить эти важные очки. Ну, пока рано, конечно, говорить. Тем не менее, мало забрасывает свой мяч. А сборная Словакии и команда Чехии будут выяснять, кто же все-таки отправится на родину, а кто продолжит борьбу. Напомню, что три лучшие сборные выходят во второй раунд. Объединяются с параллельной группой, с тремя лучшими командами той группы. А, Би, Си, Ди. Ну, вот так и дальше. Е, Ф, Дж, Эйч. Вот. Ну, забирают туда очки как раз-таки с соперниками, которых вот здесь обыграли, собрали ничью. Ну, в общем, очки из первого раунда. Естественно, очки не идут с последней командой. Так что пока такая ситуация, что немки будут играть с венгерками за золотые очки, которые позволят, возможно, бороться за две путевки в следующий раунд. Ну, а команды Словакии и Чехии определять будут, кому все-таки ехать на родину. Такая ситуация интересная, да. Две бывшие республики, которые входили в состав Чехословакии. Давно-то было уже, да. Уже новое поколение выросло. Будут определять, кто же поедет домой, кто же продолжит борьбу. Но, думаю, что чешки попытаются сейчас зацепиться за эту игру. Рано об этом говорить. О том, что кто-то там будет определять. Тем более, что после этой МАУТа два мяча отыграли. Смотрим на площадку. Лукаш Хафра. Бордаш. Вамош. Передний играет, видим мы, 42-й Клуйбер. И на дальнем фланге обороняется еще одна девушка. Вот пока штанга выручает. Да, 19 марта. Это состав Венгерской обороны. Вроде без изменений. Но, в принципе, еще лишь экватор тайма. Возможно, сейчас будут изменения. Видимо, уходит Хафра. И побежала играть Грета Кащер под 44-м номером. Вот Головина нам показывает. Итак, Клуйбер. И Кащер на позициях полусредних. В розыгрыше 38-й Вамош. У чешской команды 22-й вижу Хуричева. В обороне 44-й Зачева. 67-й Мало. 75-й Холонова. 21-й Микулашкова тоже появляется. Уже видим, да. И тоже время нужно. Ну, и последний игрок обороны 14-й Кордовска. В воротах, кстати, 33-й номер Кудлочкова. Да, пока не менял ее тренер сборной команды Чехии. 9-6. Еще один мяч влетает в ворот команды Чехии. Хорошая атака. Здесь последний великолепный розыгрыш. Ну, и гол от Холланова. Первый гол Михаэла в этом матче. Ну, и Клубер. Получается 4 из 4. Поросков реализован у нее. 11-метровый и 3 из игры. Очень быстрый темп команды держат. Смотрите, атака на атаку отвечают. И уже вот сейчас становится 10-7. Просто не успевает даже табло наше статистическое. Коллеги не успевают записывать. Там забрасывает. Это Мартон. Это Грета Мартон. Ее очередной второй мяч. Хорошая доводка до края. Ну, и Мартон смещает в центр. Пробивает галки персборной Чехии. Вау. 10-7. 17-ая минута. Такой темп девушки взяли. Сумасшедший. Просто безостановочно. И сейв есть. Сейв есть от Жикоры. Можно снова на плюс 4 устраиваться в венгерской команде. Тут пока галки пера показывают. Возможно, там пропустим что-то. Да, потерю венгерской сборной пропустили. Мало ждет передач. Не рискует ей давать партнершу по команде. Логичное решение. Не гарантирует, что мяч дойдет. А здесь здорово все было сделано. Ярабкова. Ее третий мяч. И 10-8. Вот могло бы стать 11-7. Стало 10-8. 68-й в линию пошла Лаура Шаба у сборной команды Венгрии. 58-й. Эрека Бордаш на правом краю по-прежнему. Ну и задняя линия. Ну только без... Без Хафры, да? Все остальные в порядке. Пытаются так Клубер обвести. Соперницу не попадает. Куда нужно? 9 метров, судя, дают. Карим и Роуф Гасми работают над этим матчем. Гасми, правильно, скажем, все французы ведь. Гасми на опасенний слог ударения. Продолжается так и венгерской командой. Очень затяжная Клубер. Бластер такой от Клубер. Пятый ее гол. Четвертый с игры ПК. С этой девушкой справиться не могут соперницы. Это очевидно. За венгерский АТК играет Клубер. Ну и очень грамотно замедлили атаку соперниц венгерские девушки. 1 с 8, плюс 3. Микулашкова пошла играть в розыгрыш. 48-й номер это Ковржева на позиции правой полусредней. Пошла играть Кнедликова на позицию правой крайней. Ну видим замены у сборной команды Чехии. Логично, что уже, ну как бы за экватор зашла первая половина. Поэтому ротация нужна. На игрока нет. Есть 7 метров. Посчитал судья, что площадь ворота оборонялась Виктория Лукач. И это будет 7 метров. Ну что, возможно мы увидим Бланку Биро в воротах. Нет? Не будет меняться Жикара на Биро. Ну первую дель Жикара практически выиграла. Помним у Жачевой. Посмотрим, как вторая дель пройдет для них. Итак, Зачева. Забрасывает уверенно. Третий гол Зачевой. 2-8 метрового броска. Плюс 2 снова Венгрии. Второй номер появляется Эстер Тотт. В розыгрыш пошла играть. Вместо Петра Вамуш. Та отдыхает. Клубер Тотт и Кащур. Такая задняя линия венгерской команды сейчас. Ну вот Тотт. Там нарушение, конечно, было. Очень жестко встречала Холланова соперницу. 7-9 метров. 6-0 обороны у сборной команды Чехии. Но венгерки иногда 5-1 ставят. Либо активную 6-0. Но у сборной Чехии видим стабильную 6-0. Коваржеву здорово ставит. Но очень активного Эстер Тотт в игру, видим, лезет на ворота. Ей 29 лет. Да, и тут и Клубер встречает. Но нужно что-то делать с Клубер. Потому что она, в общем-то, 5 мячей забросила за 11-командных. Хороший бросок от Кащур. Первый гол 44-го номера. 21 год. Но это молодое. Дарование венгерского гандбола. Ну, мне кажется, возможно, и выстрелят венгерки здесь на турнире. Почему нет? Уже пора боям, наверное. Ну, тем более в Токио. 1-4 играли финала. Надо, надо, надо добавлять. 29-го Чешек на левом краю. Адела Стричкова. Наверное, правило, Стричкова. Ну, тут очень тяжелые чешские фамилии, на самом деле. На игрока фиксируют судьи. Там две венгерки подставились. Мартун и тот. Очень здорово податаку соперниц. 21-я минута завершилась. Плюс 3 у Венгрии. Еще раз скажу. 4 года назад в Германии 30-29 выиграли венгерки. Очень тяжелая игра была. Но пока здесь чуть попроще венгеркам. Вот там был у них момент, когда отрывались в счете. Там, помните, 4 броска сборной Чехии. Такие перебросы голкипера, когда мяч летел в Укшвару. Три удались сначала, а потом нет. Клубер. Первый бросок, с которым справляется голкипер сборной Чехии. Петра Кудлочкова. Но венгерки здорово. В обороне хорошо кащер держит соперницу. Вот такое руководство от Головина. Этим командам уже с первых матчей нужно включаться. Там вам нет никаких экзотических сборных с других континентов. Тут вся европейская элита. Ну, понятное дело, что не все топ-сборные, естественно, представлены в этой группе Германия. Венгрия, Словакия, Чехия. Тем не менее, мы знаем, что европейский гандбол сильнейший в мире. Там есть, конечно, на других континентах представители, которые довольно серьезно соперничают с европейками. Но пару команд. Что удаление? Две минуты. Первое удаление в этой игре, да, две минуты зарабатывает тот. Но она очень активно вышла играть. Поэтому тут неудивительно, что именно она первая удалена в этом матче. И семь метров исполняют чешки. Ну что, будет выход вирус сейчас на площадку? А, семь метров нет. Потому что прочим, лишь удаление. Позиционный атак команды Чехии. Ну, видим, в Лирии есть поддержка уенгерской команды. Там вот на противоположной трибуне, да. Ох, здорово. Рискованный пас. Не пройди пас, была бы контратака. Но когда он проходит, тогда, конечно, вот так и завершается эта передача. Это Коваржева. Сара Коваржева. Первый гол ее в этом матче. Но прошла передача. Соответственно, получить. Вамыш возвращается в игру. Но тот удален, поэтому Вамыш недолго отдыхал. А Вамыш, Клубер и Кащер задняя линия команды Венгрии. Ну и в линии, видим, толкается Лаура Шабо. Ну вот, чешская сборная приближается на пару мячей к соперницам. И не может вот сделать этот шаг. Возможно, сейчас получится. Ну, понятно, без галки переиграет фенгерки. А это на игрока. И пустые ворота. Клубер врезается. Нет, успевает. Успевает Шикару вернуться в ворота. Но, тем не менее, отбились чешки. Нужно сейчас пользоваться большинством. Все-таки 6 на 5 атакуют. Здесь проще. Чуть разреженный оборонный соперниц. Поменялись. И позиционная атака команды Чехии. Рабкова. Ну и великолепно просто вот в этот коридор там. Ну, естественно, крайний игрок обороны там слева. Да, Венгерский держал крайнего игрока сборной Чехии в поле зрения. Поэтому были все шансы у Коваджева вот так вломиться в это пространство буквально. В буквальном смысле вломиться. И сделать счет 12-11. И тайм-аут от Головина. Берет тайм-аут наставник сборной Венгрии. 29 секунд, чего команда будет играть в меньшинстве. Возможно, комбинацию придумает под эту атаку. Продолжение следует... Таймаут закончился, но тут даже активнее видели мы Басну своим девушкам что-то объяснял, нежели его коллега Головин. Итак, 12-1 этот счет в пользу команды Венгрии. Венгерки еще чуть менее 30 секунд в меньшинстве играют. Нам повторяют гол малый. Ну и, соответственно, посмотрим, как сейчас в Венгрии атаковать будет. Чешки, помните, горели 4 мяча, максимальное отставание было от соперниц. Сейчас вот минус 1, подобрались. И оборона 5-1, кстати, выходит далеко обороняться Микулашева, Микулашкова вернее. И видим, что против Вамош персонально практически играет. 10 секунд доводка до левого края, но там тяжело Мартону атаковать. Ну и поднятые судейские руки. В ногу мяч попал. Да, в ногу мяч попал, показывает судья. Басны, дескать, нет, не в ногу. Ну, не спорит. Стрижкова. Хорошая доводка до края. И здесь ближний угол. Нет. Не забрасывает Лукач. И шанс у Чехии устроиться на ничью. Ну, видим, что Кудлочкова, да, здорово закрыла ближний угол. К тому же 25% сейва в голкипер сборной Чехии. Ну, не так уж много, но тем не менее это позволяет команде заходить на ничейный счет. На 25-й минуте игры. Полный состав венгерок уже, естественно. И здорово разыграли противоохот. Голкиперу Ярабкова бросает. И вот, пожалуйста, Ярабкова делает счет 12-12. Тут же отвечает своим голом Кащур. Ну, тут просто не доглядели за молодой венгеркой. 13-12, второй гол Кащур. С таким броском, конечно, Кудлочкова не справится. Снова чешские догоряют соперность. Быстрый центр отлично разыграли венгерки. И тут же, вот как здорово, да, на этих шагах. Просто бежала к Недликову соперница и вколотила мяч в ворота. Ах, потери от Кнедликовой, контратак и венгерок. И едва здесь потери тоже не случилось. Но Кащур мяч достает. Вамош, Клуйбер. Ближний угол поражает. Да, обидно. Клуйбер просто ближний забрасывает. Шестой гол. Клуйбер тяжелейший мяч. Во-первых, выловила. Во-вторых, не потеряла. И в-третьих, еще и попала ближний угол. Плюс два у венгрии. Как только чешки начинают суетиться, заметьте, да, сразу же у них пошли потери. И вот здесь, да, Клуйбер выловил этот мяч, который, казалось бы, выбил у нее из рук Стрижкова. И забросил. Еще одно нарушение. И еще одно удаление. Снова тот удаляется. Два раза подряд. Ну что, она подвисает. Второе удаление у тот. Как-то она очень агрессивно играет, очень жестко. И вот у нее второе удаление. Помним мы, что предыдущее позволило чешской сборной догнать соперниц. Тут еще и вот тот момент, что у тот, может быть, красная карточка, если еще раз она удалится. Не знаю, будет ли ее так активно использовать Головин. Может быть, и нет уже вот при этих двух удалениях. Да, можно было, наверное, отдать сейчас сюда в линию. Еще две минуты подножка против Кордовской и получает двушку еще и Лукач. Вот так в конце тайма подвисает венгерская команда. Двойной штраф у них. Да, серьезная проблема. Недокомплект состава. Ну да, тут видим не то, что подножку, сколько рукой Лукач в сопернице просто завалила. Появляется под восемнадцатым номером Аннет Ковач в оборону. Четыре игрока полевых у команды Венгрии. Ну легко такую оборону нужно вскрывать. Чешки. Казалось бы, да. План Аннетта Ковач. Ну тут ох и забрасывает все-таки Ярабкова. Пятый гол ее. У нее пять, у Клайбер шесть. Вот лучший комбардир обеих команд. Четырнадцать тринадцать. Что там Басны? Что он апеллирует? Ну а время-то идет, да. Не торопятся чешки разыгрывать мяч. Об этом он говорит. Ну что пять полевых без голкипера. Но все равно это не шесть, это пять всего лишь. И очень тяжело атаку проводить в таком комплекте игроков в сборной Венгрии. Ну и понятно, судьи не должны долго давать мяч просто так, передавать друг другу. Нужно обозначать атаку и забрасывает тяжелейший мяч Петро Вамош. Первый угол в этом матче. Насколько он важный. При недокомплекте в два игрока Вамош забрасывает. Ну показывает второй, но не знаю. Я насчитал первый Вамош. Тут же ответ соперниц. Легкая атака. И Кнедликов первый мяч в этом матче. 15-14. Да, у Вамош первый мяч. Не знаю, что там считают. У Мартон два. Шесть у Клубер. Один у Вамош. Два у Кащур. Один у Хафры. Два у Бордыш. Один у Лукач. Это голы сборной Венгрии. Ну и у Кнедликова тоже первый гол. Как и у Вамош. Еще полминуты. При двойном некомплекте игроков играет сборная команды Венгрии. Вамош. Новый гол от Вамош. Ох, как же здорово она сейчас зарядила в девятку. Но показывает 33. Может я просто какой-то гол Вамош на другого игрока записал. Не знаю. Посмотрим. Тут же ответ соперниц. Ответ от Кордовской. Ее второй мяч. Ну, по идее отбились венгерки. В общем, как говорят, отскочили нормально. Потому что на самом деле два игрока не комплект довольно долго был. Почти две минуты. А по-прежнему 16-15 в пользу венгерской сборной. Один мяч перевеса. Все-таки не растеряли свой перевес. Хотя немножко усох он. Тем не менее. Вамош. Лубер. Кощер. Лубер здорово разыгрывает. Вамош. Потрясающий бросок. Ну, комбинация сама хорошая. Петра Вамош. 17-15. Там лежит вечерская гонболистка. Титры нам показывали 4 из 4. Уамош. На самом деле, 3 из 3. Вот на официальном сайте ЕГВФ. Чемпионат мира, вернее. Да. Так что все-таки нужно, наверное, своим глазом верить. Нежели вот тем титрам, который есть. 17-15 счет. И вот специально проверил. Уамош. А вот теперь 4 из 4. Обновили статистику. А у Клубер 5,6 написали нам. Ну, не знаю. Голы Клубера точно считал. Бросок. Сейв. Голкипер сборной Венгрии. Ну, ладно. Давайте смотреть игру дальше. Шикора. Вот 17% второжных бросков. У него ниже даже показательнее, нежели у Кудлочковой. Помогает здесь и партнерш по команде в большей степени играть в ворота. 17-15. Последние минуты идет. Вамош. Вернулась на площадку. Нет, Клубер остается. Да, Клубер и Кащер в задней линии. Вамош разыгрывает мяч неплохо. Мартон подключается, бросает Кащер. Подбивает голкипер. И мяч останется у команды Чехии. Еще есть 20 секунд у них на атаку. Можно на минимальном отставании закончить первую половину матча. Соперниц постараются Чехии это сделать. Здесь жестко. 15 секунд имеется. Нужно главный бросок подготовить. Все-таки не хочется им через чисток луру бросать, я думаю. Бросок Ирабковый. Блокируется. Тут еще и венгерская команда может вот таким броском. Ух ты! Кудлочкова справляется. Великолепно бросила. Вамош-то бросала, да? Поворотом. Да, сумасшедший бросок. Тут еще и Кудлочкову пришлось постараться, чтобы не пропустить. Одного Чехии 2 из 2. По 4 потери и 6 минус штраф. У венгерок не было удаления у чешской команды. Ну что, поехали смотреть вторую половину. Сборная Венгрии атакует. Видим, возвращается на площадку Номи Хафра. 45-й номер. Хафра, Клюйбер и Вамош. Ну вот, начнил здесь, да. У Клюйбер 5 мячей, а у Вамош 4, соответственно. По крайней мере, в статистике на официальном сайте именно такое количество мячей значится. Ну, наверное, будем придерживаться вот этой версии. Потеря в атаке оставляет мяч Хафра соперницам. И сборная Чехии бежит отыгрывать один мяч. И это получается у них сделать. Кстати, Жикар Варатахстас, команды Венгрии. И Мала забрасывает свой мяч. Контратака, естественно, Вероника Мала. Это ее работа. Крайнего игрока. Блестящая передача от Кордовска. И Мала, ну как блестящая. Передача рискованная, но в итоге оказалась удачной. И Мала делает счет 17-16. Хафра. Вамош. Острый очень угол, 9 метров. Там очень плотно играет Холланова против Вамош. Ну, я рад разочароваться в том, что предрекал, когда был плюс 4 в Венгрии, что, наверное, все-таки все уже понятно. Что Германия с Венгрией будут разыгрывать золотые очки. А Словакия еще и хибится за то, чтобы оказаться третьей в группе и остаться на турнире. Здорово, что ошибся. Чешская сборная навязала соперницам борьбы. Еще видим поднятые судейские руки. Нужно бросать. Вамош бросает. И Кудлочко берет этот бросок. Попытка быстро перейти в атаку. Нарушает правила Вамош. Судьи из Франции. Карим и Рауф Гасми работают на игре. Нам показывают рулевую сборную Венгрии. Владимир Головина. Что интересно, вот у него записано Владимир с Большой Быку, а Головин с Маленькой. Допустим, Ян Басны наоборот. Все фамилия с Большой Быку. Ну, как записали, так записали. Чешская сборная атакует. Коваржева правая полусредняя. 21-й Микулашкова разыгрывающая. Ну и 48-й, соответственно, на левом полусреднем играет Керапкова. Керапкова едва не потеряли мяч Чешки. Здесь очень плотно против гонболистской сборной. Это Коваржево играют соперницы. Ну, все нормально. 9 метров разыграли гонболистский сборной Чехии. Продолжается атака. Причем видим Клуйбер снова выходит чуть выше. 5-1 расстановка при обороне. И великолепный перехват Клуйбер в роли, знаете, такого дымогой-дувника, да? Сыграла Клуйбер. И вот ей шестой мяч теперь, понимаю, влетает в ворота. Но вот пишут здесь седьмой. Хотя вот я тоже насчитал шесть мячей в первом тайме. А на сайте пишут вам, аж четыре, а Клуйбер шесть. В общем, буду верить своими глазами этой цифири. Седьмой угол Клуйбер. Потом, конечно, разберутся, да не столь принципиально. Но, тем не менее, конечно, вот этот перехват. И Клуйбер здесь еще две минуты зарабатывает. Ну, в роли дубника, потому что дымогой-дувник так частенько в сборной Хорватии играл на перехватку. Очень хорошие руки у него были. Предугадывал замысел соперника. Ну, и вот так, сколько мячей он перехватил. Ну, и здесь жестко сыграл против Микулашковой Клуйбер. И отдохнет две минуты. Она практически без замены играла в первом тайме. Это потери для команды Венгрии. И, безусловно, нужно компенсировать эту потерю. Восьмое, вернее, четвертое удаление у Венгерок. Пока не было чешек, и площадь Девара там толкалась засту была от чешских игроков. Обидная потеря, на самом деле. Минус два могли на минус один устроиться, если бы забросили. Но вот потеря и, видимо, меняется, естественно, Шикура на шестого полевого. Появляется тот. Она два удаления схватила в первую половину. Еще одно удаление, и все. И игра закончится. Ну, рискует, наверное, Головин. Тем не менее, ну, риск оправдан. Если нет, Клуйбер. Хороший вход. Для броска здорово здесь руку поставила. Холонова соперница 9 метров. Просто бросить не позволила. Хафра, Хафра. Пасует партнерша. Хафра снова. Ищет, находит. Ну, нашла, вроде бы, да, бордаш. Но там она не смотрела на ворот и не видела, где располагалась Кудлочкова. Поэтому попала вратаря. Тут 9 метров, конечно, при броске по руке получила. В данной ситуации и Рапкова. Поэтому 9 метров железные. Время-то штрафное. Клуйбер идет. 35 секунд. И она, так сказать, сможет играть. А может быть, без нее будет команда по-прежнему действовать. Стот, к примеру. Но она сможет играть. Здесь не пускает Кордовского. Оппозицию для броска. Вот эта девушка держит немножко сборную Чехии в деле. Да, Кудлочкова. Имею в виду голкипер сборной Чехии. Тяжело, тяжело начинают чешские девушки этот тайм. Там очень плотно обороняется Бордаш. Но там показывает главе, что локтем ударили его девушку. Уже пора и мяч забрать. Пас в линию проходит. И гол от Холланова. И второй в этом матче. Все-таки чешские здесь додавили соперниц. В этом тайме пока, соответственно, счет 1-2. Возвращается, видимо, Клуйбер. Да, без Катрин Гитты Клуйбер тяжело, конечно, Венгрия в атаке. Поэтому отсидела 2 минуты и вернулась на площадку 42-й номер сборной Венгрии. Но вернулась вместо Хафры. Тот остается на позиции левого полосредней. А Клуйбер вот на позиции правого полосредней, естественно, действует. Вот там ситуация так происходила. Итак, Вамош. Ну, тут 2 можно давать, да. 2 минуты железные для Мику Лашковой. Ну, тем более, у Венгерок уже 4 удаления. У чешской сборной ни одного. Здесь совершенно справедливо то, что заслужила чешка. Не потому, что у одних 8 минут, а у других 0. Просто тут откровенно она держала Вамош. Ну что, первое большинство Венгрии. Смотрим, как они будут разыгрывать. Вамош. Клуйбер на край. Там Артон меч не доходит. Сумела там чешка коснуться меча. И в полной снять его с рук соперниц, которая уже на бросок заходила. Хорошая игра. Уже 35 минут. Почти 36. У нас минус 1 у чехии. Блотная игра. Хафры вернулась вместо Тот, видимо. Вамош. Клуйбер. Это гол. Ну что, напишут 8, я так понимаю, в титре для Клуйбер. Хотя на сайте 7. Вот разобрались бы наши коллеги, да. Я тоже 8 насчитал, честно скажу. Вамош насчитал 3. Пишут и 4. Может быть поменяю. Ковар жива. У Чехии голкипер есть в воротах? Ну да, пока есть. Видим пятерых. Игрок в чешской сборной. Неужели Басна не использует? Ну, наверное, да, не использует пустые ворота, вратарь не снимает, не рискует. Пытается в пятером атаковать. Но тяжело, конечно, в пятером. Куда ты полезла, боже ты мой, Ерабкова, да? Ну, потеря, конечно, полезла на соперниц. Причем те стояли, не трогали. Зачем на троих было туда нестись, непонятно. Глупейшая потеря в атаке у Ерабкова. Все на себя взяла, как в таких случаях говорят. И погорела. Вамош. Хафра. Ну, вот на плюс три может в Венгрии устроиться. Максимально отрыв плюс четыре у них в первом тайме был. Хафра на игрока. Это неопытность тоже. Отдай сразу на край. Нет, сама вот идет на этот бросок. Теряет мяч. Тут же соперницы уже такой бегут. И потеря. И здорово Мартон играет на перехвате. Пасует направо. Хотя можно было налево. Там Хафра одна. Хафра получает и забрасывает. Второй гол для Нойми Хафры. Плюс три. Плюс три на старте восьмой минуты второго тайма. В пользу Венгрии. Итак, у нас 20-17. 3-2 в этом тайме счет. 6-8 потери, видим. А было количество потерь сколько? 4-4, я говорил, да? Или 6-6? 6-6, да, вроде было. То есть вот уже 1-2 с отношением в этом тайме. Задумка хороша, но блестяще играет снова в этой ситуации Мартон, да? Который смахивает мяч, летевший в руки соперницы. И заход на плюс четыре. И он за... Это засчитывается заход. Плюс четыре у команды Венгрии. Снова вот максимальный отрыв. Это матч, который был у них. И забрасывает Виктория Лукач второй мяч в этом матче. В правой экране. Ну, думаю, сейчас вполне возможно Басна возьмет тайм-аут. Да, так и происходит. Тайм-аут логично. При минус четыре в первом тайме взяли. Соответственно, все сработало. Сейчас тоже нужно брать. При минус четыре во второй половине. Давайте слушать. При минус четыре во второй половине. Тайм-аут логично. В первом тайме мы должны это договорить. На второй, на третий баллон, на четвертый баллон, на четвертую соревновку. Метти, Метти плюс, Метти без, Норки. Обе четыре комбинации. Ну, то ли не разобрались, что именно чешский тайм-аут сразу показали венгерскую сборную. Да, то ли посчитали, что все-таки может быть Басны в конце тайм-аута там красноречив. Да, и в концовке показали, что там говорил тренер сборной Чехии. Минус четыре проигрывает его команда. Нам показывают, как Клубер пасует на Вамоши, та бросает, но Кудлочкова надежно на воротах действует. Ну, смотрим, как сборная Чехии будет пытаться снова достать соперниц. Ну, одно дело в первом тайме, другое во втором, мне кажется. Здесь уже, в общем-то, наверное, тяжелее будет. Все-таки сил не так-то много и уже приноровились к твоим действиям соперницы. Но пока у Ержапковой залетает. Шестой гол. Маркеты. 21-18. Реализация 67 процентов у нее. Здесь неправильная постановка заслона, я так понимаю, была от Бордаш, которая подбила соперницу, но и позволила Вамош выйти на хорошую позицию для броска. Глупое нарушение в атаке. Венгерок. Параллельный матч, естественно, к ним также давайте обратимся. Китай-Испания. 10-23. Ну, плюс-минус там такая же минутка, как у нас. 10-23. Китаянки проигрывали, что вполне естественно. Тут блоки аут пользу Чехии. Конго-Дани 10-24. И Япония-Бразилия 17-20. Хотя, кстати, после первого тайма японки ввели 15-12. Но старт второго просто катастрофа для азиаток. 2-8 они уступают бразильянкам от начала второго тайма. Ну, у нас не катастрофа для Чехии, тем не менее, потери в атаке. Вамыш, Хафра и Клубер на задней линии команды Венгрии. Нам, наверное, показывают часто. Ну, важный матч для обеих сборных. Все-таки, как ни крути, а венгерки взяли у словачек 2 очка. Теперь вот чешки на пути команды. Ну, и в любом случае, если они выигрывают венгрии, то понятное дело, что она уже проходит второй раунд. И будут там золотые очки у команды. Из Германии можно выйти и постараться взять еще важные очки. Поэтому важный матч. Ох, бросок какой хороший от Клубер. Девятый гол. Прошу прощения, Хафра, конечно. Третий мяч. Но, видим, статистика не самая. Но она немного играла. Потому что выходила вторым таймом практически на полтайма Кащуру сборной Венгрии на эту позицию. А если проиграешь команде Чехии, то впереди Германия. Это не гарантия того, что ты продешь дальше. Может быть, закрутка с трех команд. К примеру, проигрываешь ты Германию. Словакия выиграют, к примеру, Чехии. И там все под вопросом, может быть. Ну, хотя плюс пять у Венгрии имеется, да, после победы над командой Словакии. Плюс шесть даже. Здесь пока они плюс три выиграют. Ну, я думаю, что маловероятно, что они останут четвертыми в группе. Сегодня даже проиграют, но немного. 18% у Шикора отраженных бросков сегодня не играют. Основные голкиперы, естественно, Бланка Биро. Наверное, готовятся на Германию. Я думаю, возможно, да. Ну, с другой стороны, возможно, и Шикора неплоха. Почему бы не использовать этого голкипера в этом матче. А здесь здорово. Клубер забрасывает. Девятый мяч. До десятки скоро доберется. Ну, вот это 9 из 10 реализацию. Сумасшедший. Показать еще и в обороне, как она великолепно играет. Именно Клубер перехватывает эту передачу. Браво, говорим, девушки. Браво, Клубер. 22 года. Это бенболистки. Все мячи в предыдущем матче. Уже 9 в этом матче. Ну, я думаю, 10 будет точно. До десятки доберет. Тем более, еще 2 трети тайма играть. Вамош. Хафра. В ногу мяч попал. В ногу, в ногу, в ногу. Хотя, спорит с судьей за чего. Показывает, что не в ногу. Но французский рефер был рядом. Почитал, что в ногу мяч попал. Ну, и тут, я думаю, Ян Баса сейчас получит желтую карточку. Да, показывают господа Гасми. Ему желтую за претензии. Там, смотрите, представитель ЕГФ. Оливер Бю. Вышел таки жесткий. Вот читал чешский наставник еще к тому же. Вамош. Хафра. Вамош. Клубер. Хафра в линию. Проходит по 7 метров. Нет, да, да, конечно. Ну, держали, безусловно, за руку Бордаш в этой ситуации. Потому что Клубер сегодня пенальти 1 реализовалась. 7 метров 1. Удачно было Клубер, но что, на 10-й мяч заходит. Катрин Гитта Клубер. Итак. Два из двух 7-метровой отметки. 10 голов. 10. 10 у нее уже. Реализация 10 из 11. Ну, уже можно, да, с уверенностью говорить, кто будет лучшим игроком в этом матче. Конечно, Клубер. Тут же эффективность возра. Если бы 10 забросила после 15 бросков, например, а тут после 11. Это уже, это мало. Это, Вероника, мало. Третий ее мяч. 24-19. Вот так незаметно, да убежали-то венгерки уже на 5 мячей от соперниц. Уже минус 5 у Чехии. И тут чем дальше, тем все больше и больше отрыва в сборной Венгрии. Растет. Это преимущественно. Закрытый Мартон. Понятное дело, что без нее разыграют. Вамош. Бордаш там в линии сражается. Вамош. Танга 7 метров. 2 минуты. Дают судьи, да, я так понимаю? Либо там просто нужно покрытие привести в порядок. По лицу попали. Вамош. Ну, дают 2, мне кажется. Нет? Пошли совещаться. Думаю, тут вопрос либо 2, либо сразу красный, да, для Андрошковой. Кстати, первый номер появляется в воротах команды Чехии. Это Карин Режичева. Да, 2 дают все-таки. Все-таки 2. Ну, легко отделать с Андрошковой. Итак, Карин Режичева против Клубер. На 11-й гол заходит. 2 из 2 по 7 метровых реализацию этой девушки. Безостановочно эти галы и штампуют. А 11-й мяч. Плюс 6. Ну, вот плюс 6. Таким счетом выиграли венгерки в Словачек. 35-29. И, кстати, тоже вот заметим, да, вот такая тенденция команды Венгрии. Первый тайм 16-16. Здесь первый тайм 17-15. В втором тайме добавляют, и соперницы просто не могут их сдержать. И заметим, да, что во втором тайме пошли удаление у сборной Чехии. И в первом тайме ни одного удаления не было. Это просто вот активная игра команды Венгрии и заставляет Чешик фалить. Маркета Хуричева вышла на площадку. 22-й номер. Нам Андрошку показывают. Хуричева. Некомо отдать. И залетает мяч в ворота Ерабкова. Но если бы не она, седьмой ее гол. Сложно, конечно, было бы и Чешскому. Вот хотя бы вот этот Гиндика в пять мячей держать от соперницы. Но отставание пять мячей, правильно сказать, наверное. Потому что Ерабкова здесь основной бомбардер команды. Да, у нее 7 из 10 реализации. Чуть хуже, нежели у Клубер. Процент реализации. То есть там один бросок не зашел, здесь три не зашли. Хафра. Вамош. Хафра. Очень быстро венгерский мяч двигает по задней линии. Клубер. Хафра. Да вот куда правого края. Там тяжело выходить на бросок, конечно. Хафра. Клубер. Сама. Ишь, ворот. Но не все залетает. Вот у нее второй промах. 11-13 реализация вот теперь у Клубер. Ну и остается Рыжачева в воротах. Меняется на шестого полевого сейчас девушка. 20 секунд до полного состава чешской сборной. И у нас экватор второго тайма наступает. Поднимают судя руку. Пассивное ведение атаки. Ирабкова бросает. И Жиркора забирает этот мяч. Но там, конечно, Блок смягчил полет мяча. Не так он сильно летел в ворота. Ну и помог Блок. Галкиперу, что логично. Так обычно, в принципе, и должно работать. Плюс 5 в пользу команды Венгрии. Но венгеркам не останавливаться, главное. Хафра. Клубер. Появилась тот. Вамошь отдыхает немножко. Ну, там полиции заехали тогда, да. Поэтому логично, что вам уж получает передвижку. Подняты все диски руки. Нужно готовить бросок. Хафра. Очень здорово в линию вошла. Смотрите, как Лукач. Но ее Хафра не заметила. Передачу не наградила. Тот. Залетает мяч. Первый гол. Эстер Тотт в этом матче. Два удаления в первом тайме. И вот. Отличается точным броском. Ну, к сожалению, второй темп складывается так, что интрига так потихоньку угасает в этой игре. Я не знаю, что надо, чтобы чешки воспрели духом, чтобы Венгрия провалилась. Мне кажется, что тяжело будет команде вот этого специалиста совершить такой камбэк и вот эти шесть мячей отыграть. 6-0 выстраивается Венгеркик. Тем не менее, Клубер заточен вот на этот перехват. Да, она постоянно караулит эту передачу, которая может идти на полусреднего, на разыгрывающую. Очень не точно бросает. Хурячева мяч идет намного выше ворот. Но это все как раз-таки активная игра Клубер в обороне. Без замен действует Клубер. Шикарно играет в этом матче. Пошла в линию Венгера к Шабо. Пошла на заднюю линию Кащер. Пошли замены. Ну и тайм-аут берет роль в изборной Венгрии. Есть право на два тайм-аута. Почему один не использует? Логично, что так и поступает Владимир Головин. Убитая в доме. Пошли заменici. Убитая в трех-свейдере. Убитая в трех-свейдере. Но сейчас не могу больше. Убитая в трех-свейдере. Убитая в трех-свейдере. Ну что, минус 6 горят чешки, плюс 4 нарастили отрыв такой венгерки в этом тайме, нам Куйбергал и показывает. Великолепно играет эта девушка, атаки нашли на нее праву. Вот сейчас близки венгерки к тому, чтобы с Германии иметь по 4 очка, а по 7 туре разыграть важнейшие очки. Итак, появилась Кащур, тот Кащур и по-прежнему Клубер, да, Клубер без замены играет. У нее все в порядке, а это бросок, ну, редкий момент, но Мартон третий мяч свой забрасывает в этом матче. На нее мало играют, на эту левую крайнюю, хотя она тоже очень талантливая девушка. Хороший бросок от Хуричевой, первый гол 22-го номера в игре. Первый бросок был явно неудачным, сейчас уже уверенно она поражает ворот соперниц, хотя держали ее там активно. 23-й номер на левый край пошла играть вместо Мартон, это Арека Фодор. Кащур, Клубер, тот, ну вот, заход Фодор и нет, и Рожичевой берет этот бросок, первый бросок неудачный у Фодор. Но хотя там не самая оптимальная позиция была с другой стороны, крайний игрок обязан и с такой позиции забрасывать, конечно. Хуричева поднимает мяч с площадки, там на ней висят, нет, это не Хуричева, это Микулашкова. Хуричева на позиции правого среднего действия. Ну и, кстати, смотрю я, похоже, и Рабкова тоже отдыхать уже пошла. Мало. Ну что, поднимать руки французы больше сейчас. Справляется. Да, там вроде играет Шарлот Чолевова на левом полусреднем у команды Чехии. Ну, естественно, уже и Рабкова нужен отдых. Думаю, Басны, ну не скажу, что сдался, все-таки еще 11 минут с половиной играть, но минус 6 многовато. 11 номер команды Венгрии. Анна Алвек пошла на правый край играть. Вместо Лукач. Ну, всем дает поиграть в этом матче. Даже не на правый край, на правую полусреднюю, да, она пошла играть. Вместо Клубер. Всем дает поиграть тренер. Логично, команда ведет. Здесь тяжелая позиция у Шаба была. Она надеялась, что все-таки свистнет судья и даст 7 метров, но не даст судья. А это ответ соперницы. И здесь тоже фола нет, считают судьи. Ну, дает играть французский рефери девушка. 11 минут, чуть меньше, да, 10,5 остается до конца игры. Плюс 6 у венгерок. Посильнее такие у тех и у тех неудачные. Ну и все катится к тому, что сборная Венгрии обыграет команду Чехи в этом матче. Ну, так вот, если визуально, чуть посильнее, конечно, венгерки смотрятся. И вот это, вот это бросок, а. Сопоры, такая пуля летает по ушам. Резучевы, это так вот великолепно бросил как раз-таки это девушка Анна Альбек. 11 номер сборной команды Венгрии. 19 лет ей, между прочим. А уже за Метцингена играет. Здесь 2 минуты дают Шабо. Именно команда Венгрии получает в ушко. Ну, перевес такой, что уже можно не волноваться, мне кажется, за итоговый счет. Можно так сказать, что женский ганбол непредсказуем, конечно. Ну, наверное, до определенной степени. Возвращается и Рабкова на позицию левую полусреднюю Чешек. Ну, такая башня, да. План это там в центре обороны вместе вот как раз-таки с 19-летней Альбек. Там же и Кащур. Тут же и Фодор. Ну и на правом краю, соответственно, остается Лукач пока. На площадке. Вот она без замены играет. Вот отсюда показывают французские рефери. Нужно разыгрывать мяч. Хороший бросок в угол ворот. Здорово чешские разыграли эту комбинацию. И Рабкова свой восьмой мяч оформляет. Ну, она идет к тому, чтобы Клубер догнать. Тем более, что она пока на площадке. Клубер на один темячок остановилась. Хороший бросок в нижний угол ворот. Там шансов у Жикары не было потащить этот бросок соперницы. А в других матчах, как и в нашем, борьбы особо не наблюдают. Здесь заступ фиксируется в виде площадь ворот. Мяч у чешской сборной. И мало упала. Ну, и так понимаю, что не с той точки бросили к раннему игроку мяч. Поэтому повторить нужно розыгрыш. Соответственно, быстрого ответа не получится организовать. Не получится забросить легкий мяч у сборной Чехии. Ирабкова. Блок работает венгерский. Да, и мяч улетает от голкипера за пределы площадки. За линию ворот. Значит, мяч у Венгерка останется. Помогли Шикары. Ну, так она постепенно, да, до 27 поднялась в процент торожных бросков, видим. Не топ-айс, да. Но, тем не менее, такой средний показатель. Довольно уверенно. Вот здесь, конечно, блестяще сыграла на блоке партнерша голкипера. И, соответственно, мяч скорость потерял. Вратарь спокойно мяч отбивает. Тот лезет на ворота. 9 метров. Кащу. Вот эта девушка такая симпатичная, имею в виду, по игре. 11 номер лезет тоже. А 19 лет вот Альбик. Но она готова решать. То есть не стесняется соперниц. Идет на бросок. Ну, все, полный состав у венгерок. Кащур. Дальнюю девятку попадают. Третий гол Кащур. Плюс семь. Ну, так отрыв, так потихоньку, потихоньку, но растет. Пять, шесть, перевод семь мячей, перевод сборной Венгрии. Еще по тайм-ауту обоих тренеров остается. Но уже, в принципе, тут особо-то и никак не повлияет, что путем тайм-аута смысл у них. Тяжелая атака для сборной Чехии. В ногу мяч попадает. Альбик как раз-таки останется мяч в сборной Чехии. И две минуты. Планета получает, да? Большая девушка, смотрите. Какая судья там и под мышку. Двадцать семь лет. И удаление. Первое удаление в этом матче для Планеты. Это стоп обороны. Вот тот игрок, который а так особо не бегает. Очень редко туда бегает. А главная задача обороняться. Засчитывается где-то этот мяч в исполнении. Хуричевой второй гол в этом матче. Хотя там апеллировали венгерки по поводу неправильного заслона. Оказалась одна из них на паркете. Но судья на это не обратили внимания. Вот видим, да, здесь борьба была. И оказалась на паркете Кащер. Но, возможно, не судьи, не фалили на ней соперницы. Пустые венгерские ворота. Шесть на шесть играют. При удалении венгерской команды. Кащер. Ну, она не на своей фланге оказалась. Но тут тот есть, который может выйти на бросок опытный игрок. Альбик тот. Кащер. Пошла обыгрыш. Не получается. Лукач с фланга смещается. Альбик. И левый. Ничего себе. С неудобной позиции. Но отбивает мяч голки перед девять метров. Правда, поднятая судейская рука. Нужно считать передачу венгеркам сейчас. Кащер прорешивает буквально на Рыжачеву. Четвёртый гол Греты Кащер. Плюс семь. По-прежнему перевес венгер. Вот видите, даже удаление во сборной венгерки не позволяет чешкам приблизиться хотя бы на мяч. Соперка. 6-7, 6-7. Вот так вот отставали. Мало. Мало реализует свой шанс. Четвёртый гол Вероники мало. Ну, думаю, не наберут количество мячей, да, как, к примеру, в матче Венгрии-Словакии. Там 35-29 счёт окончательно был. Ну, и не будет, как в матче Германии-Чехи. 31-21. Что-то среднее. Ну, ещё тут, видимо, пять минут остается играть командам. Пару мячей, наверное, оформят. Идти, идти. Тот. Полный состав у Венгрии. Через пять секунд Альбек лезет на ворота. Штанга. И там вратарь хорошо сыграла, конечно. Коснулась мяча ногой. Быстро. Мало. Перевод. И нет. Не забрасывает Кнедликова. Браво, говорим, Шикори, которая классный сейф оформляет. Это всё. Тут даже комментировать нечего. 29% отраженных бросков у неё сегодня. Браво. Ух ты. А вот забросить сейчас с этой передачи, да, бордыш, была бы красота. Потому что выловила тяжелейшую передачу, но не попала в ворота линейного сборной Венгрии. Медликова. Качер подставляется, но здесь уверенно. Из центрального коридора Ярабкова свой девятый мяч оформляет. Вот Ярабкова девять у чешской сборной и одиннадцать к выберу команды Венгрии. Но Клубер уже минут десять как отдыхает. Как-то стало всё понятно, что никуда победа от сборной Венгрии не уйдёт. Клубер дали отдохнуть. Тот. Четыре минуты до конца. Очень рискованный пас. Вот, пожалуйста, я про Альвик хочу сказать. Насколько она тонкий игрок. Как она бордыш нашла. Казалось бы, сама могла грузить по воротам. Бросая, да. Другая бы так и сделала. Ответ от Корновской. Её третий мяч. А та дала передачу в линию. Ну и быстро Венгерки забросили. Тут же быстро пропустили. Минус пять показывает таблоном, да. Тридцать один двадцать шесть. Ну, наверное, всё-таки тридцать один двадцать пять. Нет, двадцать шесть. Минус пять проигрывает. Минус пять проигрывает команда Чехии. А здесь разгадала. Голкипер сборной Чехии, куда бросается. Оперница будет. Но вот передача. Передача неудачная. Резачевая, да. Сейф-то классный. Но вот этот сейф. Тридцать эти процентов у неё. Она нивелирует своим неточным пасом. Таймаут берёт. Последний свой таймаут тренинг сборной Венгрии. За три и двенадцать до конца мальча. Венгрия. Тридцать эти проценты. Венгрия. И в момент, если у тебя будет снять, то ты там закончишь. С ней это закончишь, с той-лей-то игрочкой. Что будем играть? Где стоим? В утоку играем... Норки. Девять! Ну что, концовка игры. В принципе, интриги нет. Минус пять горит сборная Чехии. Поэтому чисто, ну просто нужно завершить венгерками и постараться, конечно. Хотя, в принципе, разница им особо-то не нужна, наверное, будет в этом матче. Но, с другой стороны, всегда разница важна. Всегда хочется уверенно закончить. Не хочется терять тот перевес, который был даже вот в такие минуты. Итак, 31-26. Три минуты до конца игры. Тот, Кащер, тот. Хорошее врывание. И великолепно тот все делает. И тут Кащер тоже отметим. Ее передачу на тот второй гол в этой игре. Ну и там у Кащер проблемы определенные возникают, видим. Так, тут еще и Кащер приземлилась неудачно, похоже. Хромает. Ну, надеюсь, что все нормально будет у нее с голеностопом. Пожелаем здоровья. В этом матче, возможно, не сыграет. Уже осталось менее трех минут. Ну, а далее, чтобы все было хорошо, смотрим. Повторяю, да. Тут она подвернула голеностоп. Очевидно, это, возможно, на ногу соперница немножко наступила при прыжке. Вот эта неприятность единственная для головины, мне кажется, в этой ситуации. И Рабкова. Альбек там плотно играет против нее. Ну, тейпировать нужно ногу, скорее всего, да. Надеюсь, что не сильно она там уступилась. Я думаю, что каждый из нас в жизни иногда подворачивал ногу. И знает, какие это были ощущения. Бывают очень сильные, бывают так себе. Несмотря, как отступишься. Бросок. Здорово. Что, и Рабкова свой еще один мяч. Десят уже оформляет. Десять у нее уже мячей. Десять мячей у Рабкова, один циклый удар. Ноэми Хафра засиделась на лавке. Ну, понятно, что уже Кащур не может играть. Потом и Хафра вернулась на площадку. 32-27. Ну, еще там аут есть, кстати, у чешской команды, сколько я помню. Возможно, возьмет его рулевой сборной. Альбек. Нет. Во словах, это неплохо реже, чего у сборной Чехии. Хороший процент показывает. Сейчас тоже справилась с броском Альбек. Хотя сложная позиция была. Но здесь 7 метров зарабатывает Хуричева. Хуричева. Зачева бросалась у метровой команды Чехии, я помню. Два из двух у нее реализация была. Да, поднимается Зачева. Не меняет руку. Басные. Ну и в воротах. Наконец-таки Бланка Биру. Вот первый выход. Бланки Биру на площадку сегодня. Первого номера сборной Венгрии. Именно по градации вратарей. Но нет. Здесь уверенно свой третий 7 метров из Зачева реализует. 32-28. Третий 7 метровый. Один мяч с игры у него. Да, 4-4 реализация бросков. И снова просто села на дальний конец лавки. Что максимальный отрыв, насколько я помню, был в Семичи. Да, у сборной Венгрии. Сейчас он 4 и может уменьшиться. Потому что реже, чем здорово в воротах зацепилось. Может быть, поздновато выпустил ее Баста на площадку. Может, раньше нужно было здесь 2 минуты. Но умышленно игра ногой была похожа. Нет? Либо просто игра ногой. Что судьи фиксируют? Судьи, покажите, что нам показывает этого Головина. Что нам дает его... Ну, с желтой заработал ясно за эти моменты спора. Да, 2 минуты. Тоже вот... Что там судейские решения нам смотреть, как обсуждают тренер. Итак, чехи в большинстве в конце игры. Альбик 2 заработал. Да, вот хорошая Кнедликова. Ближний угол. Второй гол сегодняшняя Кнедликова. Ну, вот минус 3. Вроде бы, да, и более-менее такой, соответственно, проигрыш. Не такой уж и страшный, да. Но обидно чешскому, потому что, в принципе-то, они могли и больше выжить из этой игры. Хафра. Сейчас, глядишь, и минус 2 проиграют. И сейчас 100 бьются и забросят. Тот. Хафра. Тот. Тот. Полезу на ворот. 9 метров. Ну, там уже, наверное, времени не будет атаковать команды Чехи. Хотя, судя вот, такие минуты должны останавливать игру на самом-то деле, когда конец матча. Хотя возьмем за 3 мяча. Поэтому считаю, что свистеть смысла нет. Так, последние секунды. То Хафра бросать будет, будет бросать, не забрасывать. 32-29. С таким счетом команда Венгрии обыгрывает сборную Чехии. Набирает 4 очка. Германия. Германия-Венгрия по 4. Чехия-Словакия по 0. В последнем туре Германия сыграет с Венгрией за важные очки, которые будут в втором раунде команд. Ну, а Чехия-Словакия определяет, кто поедет домой, а кто пойдет дальше. Правда, без очков. В следующий раунд. Китай-Испания 18-33. Конго-Дания 18-33. Просто сумасшедший результат.